МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда ООН признал Арцах терроретическим субъектом, неприемлемая формулировка. Прогресса в поиске пропавших без вести арцахцев нет. Режиссер Дживан Аветисян стал членом Европейской академии. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 13 мая текущего года в Женеве Всемирная организация интеллектуальной собственности Организации Объединенных Наций проведет дипломатическую конференцию Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. В этом году делегация Западной Армении также примет участие в конференции. Напомним, в 2024 году исполняется 16 лет со дня аккредитации Национального совета Западной Армении на заседаниях Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. В прошлом году Арминак Абрамян свое выступление напомнил. Прошло уже более века с тех пор, как Западная Армения и ее коренное армянское население, признанное суверенным и независимым государством в 1920 году, без соблюдения норм международного права подвергается не только геноциду, но и насильственному перемещению и территориальной аннексии, незаконному присвоению и захвату генетических ресурсов, систематическому уничтожению наследия, духовной и материальной культуры и имущества, насильственному обращению населения, что приводит к отрицанию существования народов и имеет катастрофические последствия для передачи традиционных знаний и их культурного самовыражения. 13 мая телеканал Вестерн Армения ТВ представит подробности конференции. 11 мая с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армения Арменуис Айкян, представив проделанную работу текущей недели правительства Республики Западной Армения. 9 мая исполнилось 8 лет со дня создания Конституции Западной Армении. Конституция – это главный гарант прав и свобод человека и гражданина. В то же время она требует от каждого из нас осознания индивидуального долга, так как права, свобода и независимость – это прежде всего высокая ответственность. Арменуис Айкян представила 15 основополагающих текстов Республики Западной Армения, которые не подлежат изменениям. В центре внимания турецких СМИ оказалась фотография и видео мэра Леона Григори Дусе, опубликованные в Твиттер, что вызвало большое недовольство в турецком интернет-пространстве. Согласно турецкой прессе, Дусе принял участие в мероприятии в Леоне, посвященном памяти жертв, совершенного против армян геноцида, где также присутствовали спортсмены сборной Армении, готовящиеся к Олимпийским играм. Были распространены видео и фото, где мэр Леона сфотографировался с армянскими спортсменами на фоне карты Западной Армении, что, соответственно, возмутило националистически настроенных турецких пользователей. Мэр Леона стал мишенью правительственных СМИ Турции, которые охарактеризовали произошедшее как скандальное явление. Комитет ООН против пыток распространил заявление о нарушениях прав человека во время Арцахской войны, отметив многочисленные случаи пыток, внесудебных убийств и незаконного задержания этнических армян. Однако в публичном заявлении говорится, что Комитет ООН обеспокоен предполагаемым внесудебными убийствами, пытками и жестоким обращением с этническими армянами во время вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, что Комитет ООН называет контртеррористической операцией, и когда ООН признавал жителей Арцаха и армию обороны террористическими организациями, агрессию против которых он называет антитеррористической операцией. Подобные формулировки ООН только поощряют Баку к новым терактам и пыткам. Журналист Сусам Бадалям пишет, что уже 8 месяцев Какнуне Офсипян не получала известий о сыне военнослужащем срочной службы. Во время боевых действий перед депортацией из Арцаха Айк находился на позиции деревни Банк. Сослуживца азербайджанцы взяли в плен и вернули в конце прошлого года. Имя Айка не фигурирует ни в списках погибших, ни в списках живых. По данным Следственного комитета, после боевых действий с 19 по 20 сентября прошлого года 15 человек считаются пропавшими без вести. Омбудсмен Арцаха говорит о 14 пропавших без вести, из которых трое мирные жители, один человек военный и ополченцы. Об Аршаке и Мирзабекяне нет вестей 19 сентября. Сослуживцы сообщили отцу Аршака, что сын был ранен. Думаю, что товарищи сына, их было 10, бросили его и бежали. Возможно, турки видели его раненым и увезли, а возможно, сын, истекая кровью, скончался. Родители, супруга и двое детей Аршака в восьмой месяц живут в неопределенности. Омбудсмен Аршака подчеркивает необходимость возобновления поисковых работ. Попытка переговоров с Азербайджаном результат не дала. После 44-дневной войны судьба 195 человек до сих пор неизвестна. В результате боевых действий 2022 года местонахождение двух военнослужащих также неизвестно. Дживан Аветисян, автор фильмов «Теваник», «Последний житель», «Вратарая» и других фильмов, стал членом Европейской киноакадемии. Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook. Для меня действительно большая честь стать членом Европейской киноакадемии. Это прямой результат многолетнего непрерывного труда, чувства ответственности перед родиной, семьей и работой. Моя главная цель как режиссера – это рассказывать о своей родине, представлять Арцах и Армению, способствовать продвижению армянского кино во всем мире. Дживан Аветисян подчеркнул, что работает над рядом кинопроектов, с помощью которых стремится проложить свой будущий путь к большим достижениям, ведь для достижения существенных изменений в мире необходимо сделать гораздо больше. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Армени и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Вестерн Армении 2 не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение Араги Воркяна «Арцах». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!